Мы решили подарить москвичам и жителям Москвы, гостям Москвы, такую возможность окунуться в атмосферу Сибири, клюнуться в стихии Байкала и понять, за что мы так любим эти места, и насладиться видами, искусством и той энергетикой, которая, конечно, присутствует с этими местами всегда. Сохраним Байкал. Выставка, посвященная нашему озеру, показала не только красоты. Главной темой стало спасение. А гости представляли свои экологические проекты. Так, например, благотворительный марафон «Не дадим сгореть земле Байкала». Ребята-волонтеры на протяжении пяти лет собирают мусор с берегов озера. За это время они отправили на переработку более 850 тонн. Это одна из идей нашего проекта – продвижение раздельного сбора, продвижение модели постоянного сохранения частоты, в которой, конечно, включается не только проблема мусора, а целая комплексная программа по охране природы и мониторингу. Шаг за шагом, капля за каплей, но мы принесем Байкалу то отношение, которого он достоин, мы принесем туда чистоту и порядок. Однако, помимо мусора в этом году Байкал настигла и другая стихия – огонь. Вся страна переживала не только за леса, но и за экологию озера. Однако, по словам посетителей выставки, красоту свою даже в самом плачевном состоянии он не утратил. На самом деле, Байкал был очень красивый, даже тогда, когда он горел, и далеко не все пейзажи, которые я видела, они там были объяты пламенем и в дыму. И даже сейчас, когда я видела Байкал больным и несчастным, да, это все равно, я видела его величие, его красоту. И, конечно, нынешняя выставка добавила к этому образу новые штрихи. Огромное спасибо всем фотографам, всем художникам, которые приняли здесь участие. Фотограф Геннадий Смирнов поделился снимками семилетней давности. По его словам, и тогда в экологии Байкала не все было гладко. О своем путешествии вокруг озера он не может сказать однозначно, хотя картины выдают только красоту. Нас местные жители по Альхону, мы, какая экология, как чисто здесь. И он нас на буханочке там обвез, говорит, сейчас я покажу вам экологию, свалку там на Альхоне, огромная просто свалка, потому что людям некуда, какая там утилизация, это остров, чтобы его везти. Ну, все равно туристов достаточно много, местные жители, куда-то мусор должен этот деваться. Добавлю, что выставка продлится до 20 ноября. За это время посетители смогут приобрести картины, будут встречаться с экологами, а еще услышат музыку народа в Сибири. Прозвучат и бурятские мотивы. Светлана Шкунова, Маргарита Морозова, Первая альтернативная.